Я хочу представить наших чудеснейших гостей, друзей, уже не гостей, уже друзей, Юлечку, Илью Шехторов и их сыновей. Давайте поприветствуем горячими аплодисментами. Они приехали из столицы, из Иерусалима. Это очень чудесные люди, я их очень люблю и уважаю. Это семья, они уже очень много лет вместе, вместе в служении. И для меня вот они огромный пример, знаете, как быть вот дружной семьей, где люди поддерживают друг друга, любят и уважают друг друга. Вот прошу любить и жаловать и учиться от них. Пожалуйста. Спасибо. Слава Господу. Ну, как вы уже слышали, меня зовут Илья. Приехали мы, да, из престольного города, из Иерусалима. Мы там уже живем больше 30 лет. Когда-то и ваши пасторы начинали там. Может быть, еще когда-то все вернемся в Иерусалим. В небесный Иерусалим, так точно. И я очень рад быть с вами снова. Мы второй раз уже у вас. Первый раз были ровно почти год назад. И слава Господу, что Господь снова привел нас сюда, на это место. Сразу хочу начать с объявления, о котором просил пастор Олег. На следующей неделе здесь будет служить старший, можно сказать, старший епископ по ассоциации. Как вы знаете, ваша церковь входит в ассоциацию независимых церквей Израиля. И на следующем служении здесь будет, скажем так, епископ, который курирует из Германии нашу ассоциацию. Пастор Юханас Юстис с женой Ирен. Они сейчас в Израиле. Они на следующей неделе будут служить здесь, в вашей общине. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь по возможности быть. Сообщите тем, кого нету сегодня, чтобы они тоже постарались быть. Потому что это очень интересные служители, очень сильные служители. И поэтому очень хорошо от них получить такой будет заряд, такой Духа Божьего. Чтобы Господь через них смог послужить каждому из нас. И тех, кого нету сегодня, передайте им, пожалуйста. Это то, что просил пастор Олег всем вам передать. Потому что он желает, чтобы Господь через них послужил каждому из вас. Сегодня я хочу затронуть такую тему, которая является, может быть, одной из фундаментальных тем нашего хождения перед Богом. Это тема молитвы. Я сам лично слышал очень много на эту тему проповедей. Очень много читал о молитве, очень много слушал о молитве. Но все равно оно не то, пока через себя это не пропустил. И каждый из нас, вот когда сейчас мы будем эту тему разбирать, я хочу, чтобы каждый из нас немножко прощупывал свое сердце и смотрел, насколько нас это касается. Потому что, когда я готовился к этому служению, я некоторые темы нащупал и в себе, которые нуждаются в корректировке, нуждаются, скажем так, которые нужно подтянуть. И поэтому я желаю поделиться тем, что Господь положил на сердце, чтобы каждый мог что-то из этого от Господа получить. Господь Иисус, мы благодарим и славим Тебя за то, что мы имеем возможность сейчас обратиться к Тебе. Мы имеем возможность сейчас получить духовную пищу, духовный хлеб, о котором Ты говорил. Ты даешь нам хлеб наш насущный. Благослови каждого из нас сейчас, и меня, первого Господь, принять от Тебя то, что Ты желаешь вложить в наши сердца. Благослови, чтобы Слово Твое вошло и чтобы оно принесло Твой совершенный плод во сто, в шестьдесят и минимум в тридцать крат, Господь. Благослови, чтобы слова Твои не упали просто так на землю, но чтобы они сделали в наших сердцах то, что Ты желаешь. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса. Аминь. Начнем с того, что такое вообще молитва. Изначально Господь нам дал молитву как канал общения с Ним. То есть молитва это не какой-то такой, знаете, ну как... Некоторые пытаются молитву превратить в какой-то канонический такой момент, который нужно прочитать. Очень часто мы слышим такое выражение, как «читать молитвы». Я очень часто слушал его и не задумывался о том, что читать молитву в принципе это не молитва. Насколько вот можно так представить себе. Почему? Потому что, если мы обратим внимание на всех, начиная от Адама, который просто общался с Богом в Едемском саду. Дальше мы сегодня слышали про Ной, о котором Бог говорил. И Бог, когда Ной возносил ему молитву, он просто обращался к Богу. Авраам. Он просто разговаривал с Богом. Моисей. Поднимался на гору. Общался с Богом. То есть нигде в Библии не сказано, что они поднимались к Богу, брали какой-то молитвенник, брали какую-то книгу и читали какую-то молитву. Если даже кто-то, как царь Давид, записал свои молитвы, свои песни, псалмы, то он прежде всего их говорил от сердца. Прежде всего он их, как бы сказать, проговорил к Богу, и потом он решил их еще и записать, потому что они получились красивыми. Но, знаете, Давид, я не думаю, что тоже не открывал свой молитвенник, свою книгу псалмов и не зачитывал эти молитвы перед Богом, потому что у него рождались каждый раз новые и новые слова. Поэтому молитва, во многих местах в Библии Бог показывает, что молитва – это необходимая часть нашего общения с Богом, без которого мы просто не имеем общения с Богом. То есть если у нас нет молитвы в нашей жизни, то у нас просто нет общения с Богом. Мы можем ходить на служение, мы можем слушать Слово Божие, принимать его, но у нас не будет контакта общения с Богом. Иногда возникает такой момент, когда мы можем быть на служении где-то в церкви, и нам иногда кажется, что этого хватает. Но если мы посмотрим на Иисуса, Он каждый раз старался поймать какое-то время, отойти в сторону, хотя Он служил, может быть, точнее не может быть, а скорее всего Он служил так, как никто из нас никогда не служил. Он постоянно 24 на 7 находился в служении. Тем не менее Он уходил для того, чтобы найти время пообщаться с Богом, с Отцом Своим один на один. И когда мы живем в семье, как правило, очень часто мы… Да, есть такие семьи, в которых общения никакого нету, есть семьи, в которых пришел, поел, лег спать, проснулся, ушел на учебу, на работу, куда-то, вечером опять пришел, лег спать, ушел. Но мы понимаем всегда, когда у нас такое в семье бывает, что что-то не то, чего-то не хватает. И то же самое в общении с Богом. Когда мы, как говорится, пришли на служение, побыли, покушали, ушли, через неделю, через сколько-то пришли, на домашней группе еще посидели, покушали. Я говорю сейчас про Слово Божие, да, пообщались друг с другом, но с Богом не пообщались. Это вот как дети пришли к нам домой, что-то там потусовались между собой, что-то там поделали, поели и ушли. И нам же, как родителям, хочется, чтобы ребенок что-то нам сказал, чтобы ребенок с нами поделился чем-то. Я не говорю про те моменты, когда мы бываем, знаете, тоже неправильные бывают отношения, когда мы так заняты, что нам нет дела до детей, когда дети там что-то сами по себе. Нет, я говорю про обычную нормативную семью. Нам хочется, чтобы дети хотя бы нам спасибо иногда говорили, чтобы дети говорили, что им нужно от нас, чтобы дети не только говорили, что им нужно, но еще и делились тем, что у них на сердце. Ведь и правда, что каждый из нас, у кого есть дети, желает, чтобы мы как-то общались друг с другом. Но иногда мы поступаем таким самым образом по отношению к Богу, когда мы вроде как эти дети, которые что-то делают дома, но общения с родителями не имеют. Поэтому, чтобы такого не происходило, давайте разберем, что Библия говорит о молитве. Служение наше, во-первых, я хочу сказать, что служение наше в церкви не заменяет наше общение с Богом. И молитва содержит в себе то, ради чего мы живем. Если мы обратим внимание на даже нашу молитву, когда мы молимся, ну скажем так, постоянно, обычно, то можно по молитве понять, в каком мы сейчас находимся состоянии иногда. Если молитва, она, как часто бывает у невозрожденных людей, она состоит только из списка того, что мне нужно от Бога, это точно так же, как дети к нам приходят и говорят там, папа, мама, мне нужно это, 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 вот это, вот это, вот это от тебя. И еще иногда требуем, мы еще иногда Богу ставим условия, еще бывает такое, что мы можем Богу сказать, Господи, не дай Бог, ты мне не дашь то, что мне нужно, да, я тебе тогда покажу, я вообще в церковь ходить не буду. Бывает такое у нас? Ну могу сказать, у меня такое было. Ставил условия Богу, что, Господи, если ты мне не дашь того, чего я прошу, я вообще служить тебе не буду, уйду от тебя и так далее. Как будто Господа от этого хуже будет. Могу сказать, да, Богу станет хуже от этого, потому что Он любит каждого из нас, и Он не хочет, чтобы кто-либо из нас ушел от Него, но мы шантажировать Бога не можем. Мы можем себе представить Бога всегда как царя, даже сегодня сложнее представить как царя, как большого-большого-большого нашего начальника, которому мы не можем просто так зайти пинком, открыть дверь в кабинет и сказать, «Слышь, если ты мне сейчас это не сделаешь, то я тебе покажу». Редко у кого есть такие отношения с начальством, но в основном мы проявляем уважение. То же самое должно быть и в наших взаимоотношениях с Богом, потому что когда у человека жизнь во славу Бога, то его молитва содержит в себе много хвалы, много поклонения. Возьмите опять же пример Давида. Давид, когда читаем его псалмы, в них полностью отслеживается его жизненный цикл. Когда у него все хорошо, он за это не перестает славить Бога, благодарить Бога. Когда у Давида проблему, он опять же взывает к Богу. Он говорит, Господи, да, я согрешил, да, я упал, но у тебя прощение, у тебя ответы, у тебя все. Ты даешь нам жизнь, и я своими словами сейчас не цитирую. То есть когда Давид, я его беру сейчас как эталон такой, пример человека, который даже когда ему плохо, когда все вокруг рушится, казалось бы, тем не менее он находил за что прославить Бога, за что поблагодарить Бога. И очень редко где Давид чего-то просил от Бога. Тем более он нигде не требовал ничего от Бога. К Ефесянам 6, 18 сказано, «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых». То есть Господь нам говорит, что мы должны в молитве быть постоянны, молиться и стараться быть в молитве, когда только можем, во всякое время. То есть нету какого-то определенного времени, когда мы можем обратиться к Богу. Кочнее, времени, когда нам прописано вот сейчас, знаете, как бывает, вот утренняя молитва, вот она дневная молитва, вот она вечерняя молитва, пропустил время молитвы, все, караул, как говорится, поезд ушел. Нет такого у нас. Нет такого у нас, что если мы, допустим, уже помолились, все, я забыл что-то сказать Господу, ну, как говорится, опять же, поезд ушел, ждем следующего времени вот этого молитвы, знаете, как когда-то на переговорных мунктах было. У нас есть разговор с межгородом, я еще застал такие времена, и когда время ушло, не успел бабушке там что-то сказать, все, жди следующей недели, когда опять пойдем туда, чтобы... Это было, когда мы ездили отдыхать к бабушке, домой наоборот, позвонить было проблематично. Вот, и поэтому с Господом таких вариантов, слава Богу, у нас нету. Господь отмел от нас вот эту религиозную сторону, когда Он разорвал завесу в храме, когда Иисус умер на кресте, помните, что произошло? Завеса в храме разорвалась, то есть доступ во святое святых, доступ к Богу открылся для каждого человека во всякое время через Иисуса. И поэтому, знаете, через молитву мы становимся более похожи на Иисуса. Когда мы общаемся с детьми нашими, когда дети наши общаются с нами, они становятся похожими на нас. То есть мы через наше общение начинаем им рассказывать, чего мы от них ожидаем, чего мы от них хотим, что мы хотим в них увидеть. Правда, Даня? Мы видим, с чем они борются, какие у них проблемы, и они таким образом становятся похожими на нас. То же самое с молитвой, когда мы общаемся с Богом, когда мы получаем от Бога ответы, когда мы рассказываем Ему, что у нас на сердце. Не то, чтобы Он не знал, что у нас на сердце. Кстати, мы не можем в молитве нашей скрыть то, что у нас на сердце. То есть мы можем думать, что мы Богу сейчас что-то утаим, и Он об этом не узнает. Нет, такого не произойдет. Он всегда будет знать, что у нас на сердце. Но если мы этим поделимся, мы и камень с души сбросим, и в то же время мы еще от Бога помощь получим. Если мы будем пытаться от Бога что-то спрятать, то мы с этим камнем и останемся. Поэтому, когда дети наши что-то от нас спрячут, мы видим сразу, что что-то здесь не то. Что-то сразу, так вот, личико, как говорится, поникло, как у Каина. Что-то где-то не то, что-то он там пытается потихонечку, там, экзамен принес. В рюкзаке где-то заныканный, так еще сложенный в 10 раз, хотя 7 раз только можно сложить лист, кто не знает, бумажный. Они умудряются его 15 раз сложить, если надо, куда-нибудь там за подкладочку засунуть, чтобы в рюкзаке его не видели. И вот они как мыши, тихонечко, вроде как бы есть, и вроде как бы и нет. Сразу понятно, что-то здесь не то. Но когда мы начинаем бегать от Бога, поверьте, Он уже знает, что что-то у нас не то. Он даже знает, что у нас не то. И поэтому лучше не убегать от Бога, а сразу, как Давид, Ему открыться. Потому что, знаете, в Скинии, ни для кого не секрет, она была прообразом церкви, позже храм. И вот в Скинии, если вы помните, Давиду Моисею было сказано, что постоянно должен был стоять золотой жертвенник во святом месте, перед святым святых. И постоянно на нем должно было воскуряться благовоние. Благовоние, вот это постоянно воскуряемое, это был прообраз молитвы нашей. Господь говорит, что в нашем сердце постоянно должно быть, если не молитва, то есть мы не должны ходить и все время свят, 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 свят. Но мы должны находиться в состоянии моления, когда мы, любая ситуация, какая бы ни возникла, мы можем даже мысленно знать, что мы можем обратиться к Богу. Возник какой-то вопрос. Мы можем мысленно, как говорится, направить его к Богу. И знаете, Господь иногда отвечает, мы не успеем даже подумать, а Господь уже дает правильный ответ, Господь уже дает нам направление. Если мы возьмем это в привычку, знаете, некоторые в привычку берут причитать, что-нибудь такое говорить, типа там чур меня или еще что-нибудь такое. Лучше, знаете, направьте это в нужное русло, в русло моления. Что-то случилось, говорит, Господи, прости за то, когда мы знаем, за что с нами что-то произошло, или поблагодарить Господа, что нас не угораздило во что-то попасть серьезное. Иногда, знаете, бывает на нас, чуть не упало что-то на нас, мы говорим, ой, что-нибудь еще скажем такое нехорошее. А можем сказать, без этого слава Господу, что не на меня упало, да, что не на голову, там, не на машину или еще что-то. Это требует усилия, это требует какой-то определенной работы над собой. У меня это не всегда случается так, как надо. Но это то, что следует нам сделать, чтобы в нашем сердце постоянно горело вот это благовоние, благовоние, которое, чтобы не перебивалось какими-то там, знаете, как вылетают иногда ненужные вещи, которые перекрывают это благовоние. Как будто кто-то в этот жертвенник, который благоухает, кто-нибудь как ляпнет какую-нибудь там бяку, которая как завоняет. Вот чтобы этого не происходило, мы должны помнить, у нас в сердце горит сейчас жертвенник, или мы туда бросаем какие-нибудь, ну, вонючки, которые очень сильно будут потом мешать нам, которые нужно выветривать, и потом опять займет время, пока мы сможем снова на Бога наши глаза перенастроить. И есть еще одна молитва, которая, есть один вид молитвы, которая абсолютно не по-божьему. Это если мы возьмем пример, когда и притчу, когда Иисус рассказывал о молитве, молитве фарисея и молитве мытаря. Помните этот пример? Я сейчас не буду его зачитывать, но Господь показывает очень хорошо, когда мы молимся и пытаемся произвести на людей, на Бога еще впечатление, понимаете, как иногда мы так хорошо, красиво, такими фразами, еще такими оборотистыми, такими красивыми фразами молимся. Господи, вот видишь, как я подготовился, Господи, я такую вот молитву выучил, чтобы тебе сказать. Особенно, если мы это перед другими молимся, чтобы все видели, вот как я умею молиться. Вот с меня берите пример. Вы все там два слова не можете связать, а вот я так вот умею. Вот так круто. Вот это вспоминайте сразу притчу о мытаре и о грешнике, о сборщике налога. Фарисей и мытарь, да, фарисей, он молился круто, то есть он как бы всю жизнь свою молился, он говорил, Господи, спасибо, что я вот такой хороший, я такой крутой, я такой негрешник, не то что этот мытарь. А мытарь, он не знал, как молиться, но знаете, его молитва, она же была принята. То есть когда мы не знаем, как молиться, мы просто должны молиться так, как оно идет, так, как оно от нашего сердца пойдет. Вот мытарь просто бил себя в грудь и говорил, я недостоин, я, Господи, прости меня, все. Но его молитва была принята, а молитва фарисея была засчитана ему, так сказать, в минус. Поэтому это тоже момент, который нам стоит вспоминать, когда мы приходим к Богу, на Бога впечатление произвести мы не сможем. Это не тот случай. А если мы пытаемся на людей произвести впечатление, то Бог нам это может вписать в минус. Это не значит, что мы не должны перед кем молиться ни в коем случае, нет. Мы должны молиться, подавать пример в молитве, но наш пример не должен, знаете, зашкаливать вот этот момент гордости. Это тоже такой индикатор в нашем сердце. Как только начинает зашкаливать гордость, лучше попросить у Бога прощения и нашу молитву, как говорится, или остановить, или просто перевести, скажем так, в правильное русло. Начать прославлять Бога, начать благодарить Бога. Я хочу детальней разобрать молитву Отче наш. Это молитва, которую Иисус дал как эталон. Когда ученики пришли к Нему, а почему ученики пришли и попросили Его научить молиться? Мы же все живем в Израиле. Мы знаем, что в Израиле есть самые разные виды молитвенников. То есть в Ветхом Завете люди жили по книге. У них были, даже сегодня есть молитвенники для сефардов, есть молитвенники для шкеназов, есть, оказывается, среди сефардов для не разных течений разные молитвенники для шкеназов, более шкеназов, менее шкеназов. То есть есть разные виды молитвенников, скажем так, по уровню вашей, так сказать, ну, скажем так, да, и святости, происхождение и так далее. И поэтому, когда появлялся какой-то учитель в свое время в Библии, он старался принести каждый раз свое что-то. И вот Иисуса воспринимали как учителя, еврейского учителя, и поэтому ученики пришли, говорят, научи нас молиться, то есть какую-то свою нам дашь, такую изюминку, свою такую запятую, вот как ты нас научишь молиться. Иисус дал молитву, которая, я считаю, что это является молитвой как сироп, как такой, знаете, как очень такой концентрат. Это не значит, что мы должны вот только так сейчас записать себе молитву, ученаш, и только по ней молиться, и все, нет, опять же, Бог нам нигде не дает каноны, но Он дает нам пример, как мы должны строить свою молитву. И очень хорошо молитву отченаш, знаете, я всегда с детства молился как, обычно в конце молитвы, обычно, или во всем, всей церковью ее часто произносили, или в конце каждой молитвы, как правило, отченаш так быстренько прочитывался, и даже не задумывались о том, что это такое. Но Иисус не для этого ее нам дал, чтобы мы ее читали, чтобы мы ее, так сказать, протараторили и забыли. Иисус дал нам молитву отченаш, чтобы она нам ставила определенный такой, такую рамку, я бы даже сказал, определенный эталон. И поэтому давайте мы ее сейчас разберем. Если мы откроем Евангелие от Матфея 6, с 9 по 13 стихи, то Иисус говорит это в синодальном переводе. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. То есть, молитва как молитва, как мне она всегда казалась, ну, чтобы не особенного. Но это молитва, которую еще некоторые, знаете, читают ее на старославянском, церковнославянском языке. Некоторые ее читают на, ну, привыкли мы обычно читать ее на синодальном переводе, который тоже достаточно уже старый. И большая часть этой молитвы, она зависит на языком, который мы уже не используем в большинстве своем. Поэтому я очень-очень-очень каждому рекомендую найти и прочитать ее в современном переводе, насколько это возможно. Есть современные переводы, слава Богу, в аппликациях сегодня библейских. И задуматься над каждой, над каждым параграфом этой молитвы. Мы сейчас по ней пройдемся. Начнем с того, что мы молимся «Отче наш». Если так задуматься, да, то мы, ну, знаете, как оно звучит, так очень официально, круто, но даже на современном иврите оно звучит как бы «Авину шебешамаем», тоже довольно официально. На самом деле Иисус говорит «Обращайтесь к Папе Небесному». То есть не просто к какому-то там «Отче» где-то. Мы помним, что мы дети, и Бог наш Отец. Поэтому, когда мы обращаемся, говорим «Отче наш», мы должны, прежде всего, задуматься. Стоп, секундочку. Я сейчас обращаюсь к своему отцу. То есть я, как минимум, себя признаю, что я являюсь его детем, а он мой отец. Задумываемся ли мы об этом или нет? Я раньше не задумывался об этом настолько. Дальше. Если мы его дети, если мы еще не чувствуем себя его детьми до конца, нам стоит, может быть, сделать такую остановочку и немножко задуматься, что это означает. Это значит, что мы дети Божьи, которых Он уже для себя купил, и мы не являемся временными, какими, знаете, приемными детьми на какое-то время. Нет, Господь нас сделал своими детьми навеки. До тех пор, пока мы сами не захотим перестать быть Божьими детьми. Кстати, ничто не может нас похитить из Божьей руки, это правда, но мы сами можем себя выкинуть из Божьей руки. Уйти от Бога по нашей собственной воле. Так вот, пока мы этот шаг не сделаем, мы навеки принадлежим Богу. И, знаете, это нас ставит в определенный, уже, так сказать, на определенный статус. Мы являемся детьми Божьими, Он является нашим Отцом. И в то же время это нас накладывает уже определенную, как бы, обязанность и определенную ответственность. Давайте представим себе сегодня, как идет жизнь детей высокопоставленных личностей, знаменитостей даже, если так посмотреть. Уже глаза всех вокруг на этих детях. Значит, если мы себя провозглашаем детьми Божьими, мы должны быть готовы к тому, что на окружающие начнут на нас смотреть. И на нас, да, смотрят, как на немного таких, может быть, иногда странных, немного особенных людей. Особенно, когда узнают, что мы верующие. Я вдруг стал замечать, иногда на работе на меня так странно смотрят. Они, оказывается, давно подозревали что-то. Потом они, значит, конкретно спрашивали. И когда узнавали, говорят, да, мы что-то замечали, мы наблюдали, мы наблюдаем. Иногда говорят, иногда это бывает, так, знаете, как немножко ошарашивает. Как бы, откуда же вы узнали некоторых людей? Спрашиваем, кому не рассказывал. Оказывается, они и в Фейсбуке видят, где мы бываем, что, как. И, ну, то есть социальные сети выдают нас с потрохами. Надеюсь, что нас выдают в хорошем смысле с потрохами. Потому что иногда наоборот бывает. Ты хочешь посмотреть, что за человек? А о Боге ни слова, как говорится. Кроме того, еще и куча всякого муцера. Поэтому бывает такое, что нас выдают. Например, в данном случае, вот меня с Юлей выдали несколько раз в соцсети. Хорошо, так выдали. Людям, у которых даже не подозревал, что они могут что-то знать. И люди начинают на нас смотреть. Ага, он Дитё Божие, он верующий человек. Как он себя ведет? Что означает быть верующим человеком? За нами как-то наблюдали люди, нам рассказали. Знакомые. Ну, говорят, слушайте, а вы какие-то странные. Вы как-то... Ну, в каком смысле странные? Вы обычные люди. Ну, в смысле обычные. Ну, мы всегда думали, что христиане, верующие, это какие-то такие зацикленные, закрытые, печальные. Какие-то такие... Ну, никакие. А вы, оказывается, живые, нормальные, веселые люди. Знаете, это было... Можно было только сказать, слава Богу, что мы такое создаем впечатление о верующем человеке. Когда человеку иногда кажется, что быть верующим, это уйти в монастырь, надеть косынку и все, и не поднимать взгляд. Это, оказывается, можно быть живым и счастливым, и веселым, и нормальным человеком, как нам сказали. Дальше. Когда мы являемся детьми чьими-то, естественно, мы должны понимать, что Отец хочет нас видеть. Он хочет нас слышать. Он хочет, чтобы мы делились с Ним тем, что у нас на сердце, как я вначале говорил. Господь хочет, чтобы мы делились с Ним тем, что у нас есть на сердце. Чтобы мы открывали сердце свое перед Ним. И чтобы мы помнили, что Он наш Папа, Он наш не судья. Он не наш, знаете, такой как прокурор, который только ищет. Это сатана, это дьявол. Он будет каждый раз искать, за что нас наказать, каким образом нас унизить, каким образом нас украсть, убить нас и погубить. Мы должны помнить, что Бог Отец, даже если мы накосячили в чем-то, Он все равно нас очистит, Он нас привлечет к себе. И Он постарается минимализировать тот ущерб, который мы сами себе нанесли. То есть думая, что Он нас наказывает, на самом деле мы сами себе наносим определенный ущерб нашими иногда поступками. Но Бог Отец, Он старается как можно меньше это, как можно минимализировать это. Поэтому, когда мы общаемся с нашим Папой, с нашим Отцом Небесным, мы таким образом становимся больше похожими на Него. Его, как Отца, интересует все, что с нами происходит. Иногда, знаете, очень хорошо, я заметил по себе, иногда очень хорошо бывает общаться с Богом, когда я за рулем, один, на дороге. Когда можно все рассказать, высказать, это я стал иногда делать, практиковать такое, знаете, иногда это действительно становится легче. Что-то там произошло, что-то где-то, вот все это Богу иногда высказать, иногда даже так можно, знаете, с Богом можно разговаривать даже и в резкой форме. Сказать Ему, как вам все надоело, как вам все вот это вот тут, знаете, как достало. Он знает, что вас это достало иногда в жизни что-то. Он даст силы, как это преодолеть, Он даст силы, как это с этим справиться. Мы не должны, как я уже говорил, на Бога впечатление пытаться произвести, что у нас все хорошо, мы молодцы, мы такие паиньки, у нас все классно. Нет, мы хотим от Бога помощи. Так расскажите Ему все, что с вами происходит, Он поможет. Мы хотим, чтобы Он нас укрепил. Так расскажите, в чем наша слабость. Расскажите Ему, с чем мы боремся, чтобы Он смог нам помочь. Потому что если мы пытаемся так, знаете, на Него произвести впечатление, Он смотрит, говорит, как ребенок иногда. Ну хорошо, давай, давай, пытайся, посмотрим, насколько тебя хватит, посмотрим, сколько ты сможешь еще продержаться. Он иногда стоит, вот рука на подхвате, но он ждет, думает, ну когда же тоже ко мне обратишься? Когда же ты уже мне, наконец, скажешь? Понимаете, когда мы признаем себя детьми Божьими, мы должны понимать, что мы так же и должны. Он ожидает от нас и послушания нашего. Он ожидает и подчинения нашего. Он желает, чтобы мы вели себя соответственно статусу Божьих детей, не детей этого мира. То есть, если мы думаем, как себя вести, мы должны вспоминать, что дети высокопоставленных, как правило, людей, стараются вести образ жизни, скажем так, высококультурных людей. А что не так с Богом? Когда мы признаем себя детьми Божьими, мы должны помнить, что мы должны соответствовать Божьему статусу. То есть, быть справедливыми, быть культурными, быть снисходительными друг к другу, вести себя так, как ведет себя Иисус, вести себя так, как ведет себя Бог. Мы должны помнить, что мы должны проявлять любовь друг к другу. Мы должны помнить, что мы должны проявлять заботу друг о друге, потому что мы себя провозгласили детьми Божьими. Как дети мы можем также рассчитывать на Божью помощь и защиту, и обеспечение, потому что Папа, как правило, защищает, обеспечивает и всячески поддерживает своего ребенка. То же самое и с нами будет, если мы провозглашаем себя детьми Божьими, ведем себя как дети Божьи, то мы можем рассчитывать на все те бонусы, которые положены Божьим детям. Как только мы перестаем себя вести как дети Бога, мы тут же становимся детьми тьмы. Мы должны это помнить. Нейтралитета нет. Мы не можем быть чуть-чуть детьми Бога и немножко, так сказать, жить нормальной жизнью в этом мире. Либо мы дети Божьи, либо мы не дети Божьи. Но раз уж мы его провозгласили отцом, значит, мы себя автоматически ставим в статус его детей. Дальше мы говорим следующую фразу «сущие на небесах». А ощущаем ли мы себя детьми небесного Отца? Мы не принадлежим этому миру, раз наш Отец небесный. Вот это момент, над которым нам стоит задуматься, потому что очень часто я себя замечал на том, что мы… Хоть я не принадлежу этому миру, но как, я же живу в этом мире. А что в этом мире важно? Карьеру построить, как говорится, купить машину, купить дом или квартиру, вырастить семью, оставить после себя какую-то добрую память, как говорится, сделать какие-то вложения, чтобы на старость у себя себя обеспечить, сделать все то, что делают обычные, нормальные, нормативные, культурные люди этого мира. Но мы себя только что провозгласили, чтобы мы принадлежим Отцу, который есть Небесный Отец, сущий на небесах. Это значит «обитающий на небесах». Значит, мы можем сказать, что мы себе сделали очень сильное, очень хорошее, очень крутое облегчение. Мы можем просто отрезать от себя сейчас вот эту вот всю земную заботу, потому что если мы посмотрим объективно на мир, скольких людей происходит крах их финансовой ситуации, вдруг приходит кризис и все, человек теряет. Сколько людей теряют квартиры, дома, на которые они очень положили большую часть жизни, мошенничество, стихийные бедствия, вдруг страховка не сработала, военные действия, и не происходит никакой компенсации. Сколько раз происходит, когда обманывают людей? Сколько раз происходит, когда люди в деньги свои вкладывают, а предприятие рушится? Если не говоря уже о том, как было в притче о богатом землевладельце, который собрал огромный урожай, говорит, я сломаю сейчас свои жительницы, построю новые, у меня будущее обеспечено. Господь говорит, ты сегодня же ночью умрешь. Все ради чего ты работал, оно просто ничего не дало тебе. И когда мы себя провозглашаем небесными детьми, то мы практически тут же отсекаем от себя все эти проблемы. Потому что в Луки 12, 34 сказано, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. То есть если мы вкладываем себя в этот мир, в то, чтобы себе здесь сделать карьеру, имя, чтобы добиться какого-то статуса, чтобы добиться какого-то уважения, большого, почета, чтобы подняться в глазах людей, чтобы было у меня круче, чем у соседей, круче, чем у родственников, чтобы у меня была машина лучше, чем у остальных, чтобы я, знаете, как одевался, более модно, чем все они, чтобы все ахнули, когда я там что-то сделаю. Если мы все вот это, для нас важно, значит, мы еще привязаны к этому миру. Но если мы себя будем больше и больше провозглашать детьми небесного Отца и приближаться к небесному Отцу, мы будем замечать, что это будет как шелуха от нас отпадать. Но Бог не хочет, чтобы мы ходили, знаете, как бомжи или как монахи, которые аскеты, которые все стряхнули с себя и больше ничего. Нет. Господь говорит, что Он будет нас обеспечивать, Он желает нам дать жизни, жизнь с избытком. Он говорит, что Он будет заботиться о наших нуждах. И если это не будет становиться предметом нашей гордости, Господь будет нам давать лучшее. Если мы начнем этим гордиться, Господь будет, знаете, как родители, когда мы даем что-то ребенку, начинает перед всеми выпендриваться тем, что у нас мы ему дали. И мы, как правило, скажем, знаешь, что в следующий раз ты получишь попроще вещь, чтобы не хвастаться всем и не, знаете, не унижать кого-то, у кого нету такой вещи хорошей, потому что ему родители не могли позволить. Поэтому помните, что то, что нам Господь иногда не дает то самое крутое, что мы мечтали и хотели, может быть для того, чтобы мы меньше тешили свою гордость. Но Господь нам обещает давать лучшее, что Он может нам дать для нашей жизни. Если мы Ему в этом доверяем, если мы признаем себя детьми Небесного Отца. И во втором Тимофее апостол Павел нам говорит 4,8. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Если мы вспомним, кто такой апостол Павел, это был, ну, скажем так, человек из весьма крутого сословия. Он был фарисей из рода очень высокого. Он учился у Гамалиила, который на тот момент являлся одним из самых крутых раввинов того времени. То есть он имел достаточно высокий статус, он имел достаточно большое будущее для себя. Так он был человек умный. Он имел римское гражданство, что давало ему тоже определенные очки. И, знаете, тем не менее он сказал, я все это почел щитой, он пошел служить Богу, он пошел в такие места, где ему приходилось, он говорит, в путь лица работать, чтобы прокормить себя, прокормить служителей, которые пришли с ним, чтобы не, скажем так, не висеть бременем на тех церквях, в которых он служил. Вы представьте себе, ученик одного из крутейших рабоним, мог открыть свою школу, в принципе, начать своих учеников поднимать, мог жить достаточно обеспеченной жизнью. У него был бизнес, шил палатки, как сказано. Но если мы обратимся к тому времени, это был прибыльный бизнес, потому что в Риме постоянно нужда была в палатках. Но он это применял, этот навык, когда ему нужно было работать, для того, чтобы обеспечивать свои миссионерские поездки. И, знаете, он сказал, я все это оставил, потому что я знаю, что мне готовится в вине от славы, потому что он себя посчитал жителем, гражданином Небесного Царства. То есть обратите внимание на себя, готовы ли мы, оставить то, что у нас есть на земле. Скажем, не то, чтобы вообще все бросить и оставить, но что для нас важнее, тот вине от славы, который мы получим от Бога, или все-таки вкладываться в нашу земную карьеру, которая опять же может рухнуть. Это было в 2000 году, когда вся, как говорится, очень многих людей карьера в IT рухнула. В 2008 году был кризис, в 2016 году был кризис очередной. То есть очень многие люди просто, их карьеры просто останавливались. Люди, которые вкладывали все в свои карьеры. Когда мы задумываемся о том, что мы все-таки приодлежим сущему на небесах Отцу, все, голова больше не болит. Господь говорит, я вам приготовил венец славы. Поэтому, если мы будем каждый день это провозглашать, вдумываться в это, наша жизнь станет легче. Решите для себя, что для меня важнее, гниющие ценности этого мира или в вечные ценности Божьи. Следующий стих, он возлагает на нас уже довольно серьезную ответственность. Мы говорим, да святится имя Твое. В 1 Петра 1 глава 14-16 стих сказано, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в наведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. То есть, Господь говорит, я свят. Когда мы говорим, да святится Твое имя, через кого оно может светиться на этой земле? Только через нас, через наших детей, через нас, как детей Бога. Потому что очень часто говорят, что по детям судят об отце, судят о родителях по детям. И вот по нам судят о святости Бога. Когда мы хотим, чтобы имя Бога светилось на этой земле, значит, мы говорим, что мы готовы Господу предоставить свою жизнь, чтобы Он помог нам в нашу жизнь сделать святой. А чтобы стать святыми, нам не надо, знаете, там медитировать по сто тысяч часов, нам не нужно входить в какой-то аскетизм, уйти в пещеру, не принимать пищи. Знаете, как часто люди пытаются святости достигнуть. Индусы по-своему пытаются, тибетские монахи по-своему пытаются, некоторые христиане пытаются по-своему, закрываются в кельи, молятся по 24 на 7, без остановки. Они говорят, так, если я ничего не буду есть, кроме корочки хлеба в день и стакана воды, это меня просветит, это меня осветит. Нет, тут сказано конкретно. Просто-напросто не сообразоваться с прежними похотями и бывшими, которыми мы сообразовались, когда мы были еще в невиде, когда мы не знали, что мы принадлежим к небесному Отцу, который свят. То есть, если мы начнем с того, что мы начнем себя вести как порядочные, культурные люди этого мира, нам уже будет легче приближаться к Богу, потому что все, что Бог нам говорит делать, от чего воздерживаться, прежде всего от этого же надо воздерживаться, будучи нормальным, так сказать, гражданином этого мира. Но дальше больше, Господь говорит, теперь войдите на следующий уровень. Начните оставлять те вещи, которые для вас были ценными в этом мире. Начните оставлять те вещи, ради которых вы раньше жили. Начните жить ради меня. Начните своей жизнью показывать меня. То есть, проявляйте любовь там, где нормальный человек бы не проявил любовь. Начинайте проявлять заботу о ближнем, где просто другой бы перешагнул и пошел дальше. Это не мое дело. Начинайте поступать так, как даже нормальные, уже культурные люди этого мира не поступают. Знаете, иногда святость для нас – это не ввязываться в сплетни. Иногда святость для нас – это не плести интриги для окружающих нас. А это сплошь и рядом происходит в обычном мире. На работе. Иногда в семье даже бывает. Ну, среди родственников дальних. Иногда даже ближних. Это бывает иногда среди соседей. Это бывает иногда среди случайных. Ну, случайных, конечно, нет, но среди людей, с которыми мы общаемся близко. Интересно послушать историю про кого-то. Интересно, как говорится, иногда на работе, чтобы карьеру сделать, кого-то, может быть, подвинуть. Но это все не свято. Это все, что используют люди этого мира. И Господь говорит, что от этого мы должны воздерживаться. Не говоря уже о грехах, не говоря уже о греховных поступках. Даже те вещи, которые в мире считаются нормальными, для нас, как для верующих, они считаются, знаете, в мире принято, например, что, ну, можно иногда, знаете, там, часть правды утаить или в чем-то проявить небольшую неправду. Ну, знаете, как есть ложь во благо. Есть такие вещи. Господь говорит, нет, всякая неправда есть грех. Поэтому даже в таких вещах мы должны воздерживаться. И поэтому тогда люди будут замечать, ага, что-то в них не так. Что-то в них отличается от другого. Что-то в них, знаете, у меня был на работе случай, когда, ну, у нас, я работаю в электронике, у нас постоянные проходят внутренние аудиты, когда нас проверяют, что мы соответствуем собственным инструкциям. То есть все наши документы должны быть соответственно теперешней дате. То есть очень много таких бюрократических нюансов. И наши внутренние аудиты проверяют, что у нас все в порядке с этим. То есть от этого жизнь человека не зависит. Но если дата неправильная, на этом мы получаем замечание, которое потом, так сказать, нам больно за него бывает перед начальством. И вот был такой человек на моей работе, который, когда он приходил в составе аудита, он, как правило, всегда что-нибудь такое найдет у меня и всегда пальцем покажет всем, что вот тут есть что-то неправильно, когда я был бригадиром, вот здесь что-то не так. Ну и всегда какие-то моменты всплывали, вот он обязательно на них показывал пальцем и перед всеми, чтобы меня, так сказать, ну, чтобы мне как можно больше замечаний написали на мою бригаду. И знаете, как было желание ему отомстить. Вот такое желание просто было, такое, ну, подлинненькое, конечно. Я понимал, что это не свято, я понимал, я знал, да, что я как верующий не должен так поступить, я должен, знаете, но был случай, когда сорвался. Да, я в составе тоже аудитной бригады пришел к нему, когда я тоже показал, ребята, вот тут, вот тут, вот он неправ. А тебе какое было гадкое чувство после этого. Хотя, казалось бы, должен был триумфовать. Я у него нашел недочеты еще большие, ему еще больше влетело, чем мне от него. Но чувство такое поганое пришло, что я поступил как подлый человек этого мира. Он поступил подло по отношению ко мне, а я поступил еще хуже, потому что я не человек этого мира, но я поступил так же, как человек этого мира. И для меня это, для меня было очень плохо после этого. Следующий раз, когда он опять мне сделал пакость, пришел опять мой черед, я уже его отозвал в сторону, говорю, слушай, у тебя вот в этом вот документе есть неправильная дата, быстро исправь. Он исправил, все вышло на ура. Единственный раз, когда его бригада вышла чистой. Он потом ко мне подошел, говорит, слушай, а что ж ты так вот поступил? И начальство увидело самое главное, что я, как говорится, ему помог. Они говорят, слушай, он тебя столько раз, как говорится, подводил, а ты его выгородил. Я говорю, знаете, я верующий человек, я не могу так поступать. Это неправильно. И вот они заметили это, они говорят, да, действительно, есть что-то в этом. Как бы мог ты, конечно, отыграться на нем. У тебя был такой шанс. Они как бы говорят, у тебя такой шанс был отыграться. А я внутри чувствовал такую радость, что я не отыгрался, что не воспользовался этим. Что я хочу, чтобы Бог мне в следующий раз помог в чем-то. И чтобы я не был как человек этого мира и рассчитывал потом только сам на себя. Поэтому, когда мы говорим, да, святится имя твое, мы должны быть готовы к тому, что Господь будет нас освящать, нас будет выжигать из нас то, что не свято, то, что не чисто. Дальше мы говорим, да, придет царствие твое. Мы провозглашаем себя частью царства Божьего. Готовы ли вы подчиниться его законам, призывая его? Или попав в царство Божие, мы станем беззаконниками? Кстати, вы, когда находитесь в государстве, вы можете быть либо правомочными, так сказать, его гражданами, либо беззаконниками, то есть преступниками. Нет такого понятия, что я чуть-чуть нарушил, но в то же время я как бы остался нормальным. В царстве Божьем мы либо исполняем закон, либо мы нарушаем закон. И когда мы провозглашаем еще и говорим, да, придет царствие твое, мы сами себя ставим в рамки подчинения закону или неподчинению. Давайте, быть в царстве Божьем, это очень хорошо, потому что мы получаем себе защиту, мы получаем себе помощь, и мы получаем себе спасение, потому что тот, кто в царстве Божьем, он защищен. Тот, кто вне царства Божьего, он сам по себе, он подвержен нападкам самым разным, и его никто не обеспечивает. Как в государстве сегодня, у него нет социальной защиты, нет очень многих вещей, которые мы получаем как граждане. Так вот, если мы граждане, мы должны помнить, что мы должны делить обязанности государства. То есть мы вошли в церковь, мы вошли в царство Божие, в церковь. Мы должны помнить, что у нас, может быть, есть какие-то обязанности, мы должны прийти к пастору, сказать, чем мы можем быть полезными Божьему царству, чем мы можем послужить в царстве Божьем, чем мы можем себя сделать полезными. В обычное государство мы платим налоги, ни для кого не секрет. В Божьем Царстве никто этого не отменял. Наши десятины, наше приношение – это своего рода налоги Божьего Царства, которые сам Господь установил. Но, платя эти налоги, мы получаем от Бога несравненно больше. Мы имеем от Него благословение на работу, мы имеем от Него благословение на дела рук наших, на плоды наши, которые мы пожинаем как в Боге, так и физические плоды, которые мы пожинаем. Поэтому, если мы призываем, да придет Царствие Твое, и мы рассчитываем на получение всех льгот Божьего Царства, а поверьте, льгот в Божьем Царстве очень много. Готовы ли мы быть добропорядочными гражданами Божьего Царства? Я надеюсь, что каждый из нас решил, что мы хотим. Потому что, отвергая Божье Царство, мы отвергаем самого Бога, и мы отвергаем Его спасение. Мы не можем получить все льготы Божьего Царства, но быть вне Его. Так не работает. Дальше мы говорим, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. И мы хотим все то хорошее, что Бог нам обещал. Бог нам обещал жизнь со сбытком, Бог нам обещал спасение, Бог нам обещал здоровье, Бог нам обещал все благословения, которые Он говорит, о которых, правда? Но готовы ли мы принять волю Божью для нашей жизни? И подчинить свою волю Его воле? Если вдруг Его воля будет различаться с нашими желаниями. Например, мы хотим какую-то определенную карьеру в своей жизни построить, а Бог хочет, чтобы мы чем-то другим для Него служили. Мы пришли в церковь, мы хотим быть прославителем, а Бог говорит, нет, я для тебя приготовил другое служение. Или я хочу быть только проповедником, а Бог говорит, нет, я хочу, чтобы ты для начала начал с технической какой-то работы. Расставлять стулья, приветствовать людей на входе, может быть, уборкой помещения заняться в конце концов. Готовы ли мы свою волю подчинить Божьей воле немножко и таким образом послужить Богу или нет? И это очень важный момент, потому что очень часто мы приходим к Богу со списком своей воли. Господи, я хочу быть Твоим, но я хочу, чтобы Ты исполнял вот это, вот это и вот это. Но Иисус говорил в Гефсиманском саду, не моя воля, но Твоя да будет. Иисус нам принес этот пример и показал, как Он, чего Он ожидает от нас. Но Иисус, если мы помним, когда подчинил свою волю воле Отца, Господь превознес его выше всякого имени. Если мы рассчитываем на получение венца славы, и мы рассчитываем на получение всех благословений Божьих, то и мы, соответственно, должны свою волю подчинить воле Божьей. Понять и принять волю Бога – это благодать и благословение, а не приговор, как нам часто кажется. Сатана пытается нам навязать так. Бог хочет вас унизить, Бог хочет вас лишить всех благ этого мира, Бог хочет, чтобы вы все Ему пожертвовали, и Бог хочет, чтобы вы только исполняли то, что вам скажут. Нет, исполнение воли Божьей – это благодать, а не приговор. Потому что принятие воли Господа принесет и полноту Его благословений. Полноту благословения мы не получим вне воли Божьей. Только приняв волю Отца, Иисус вошел в полноту своей славы, как я уже сказал. И филиппийцам 2, с 5 по 11 стих сказано, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, то есть он был равен Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человека и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних, и всякий из их исповедал, что Господь Иисус есть Христос во славу Бога Отца». То есть только после того, как Он подчинил себя, Бог его превознес. Если мы хотим, чтобы Бог нас поднял, мы должны сначала Ему подчиниться. Следующее, что мы говорим, это «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Знаете, хлеб – это и еда физическая, мы просим у Бога физической еды на каждый день, а также хлеб всегда символизирует и Слово Божье. Поэтому мы говорим, Господи, дай нам хлеб наш насущный на сей день. Мы не говорим, Господи, дай нам корочку насущную на сегодня, чтобы только протянуть до вечера, только протянуть до завтра, завтра ты мне дашь новую корочку и так далее. Нет, мы обычно хотим, чтобы Бог нам дал физически нормальный хлеб. И видите, тут Господь не говорит, Господи, дай мне какой-нибудь там каравай, дай мне какой-то там торт обязательно каждый день. Он говорит, дай мне тот хлеб, который насыщает на каждый день, то есть без излишеств. Когда мы просим чего-то у Бога, не надо просить излишеств, не надо просить то, чего нам реально не нужно. Это не значит, что Бог нам будет каждый раз только одним хлебом кормить. Бог даст нам ту пищу, которая нам необходима. Но мы и просить должны соответственно тому, что нам необходимо. И так же, что это же самое касается и духовного человека. Если мы для физического человека хотим, чтобы у нас было хоть какое-то изобилие на столе, мы должны помнить, что духовного человека мы тоже должны кормить. И не корочкой хлеба раз в неделю на служении, пусть даже халой, может быть целым тортом, но не раз в неделю только на служении. Мы должны духовного человека нашего тоже кормить Словом Божьим, достаточно регулярно и не заставлять его постоянно поститься, а физического человека все время кормить. Поэтому, когда мы просим чего-то у Бога, Иисус в этом показал, просите то, что вам необходимо, просите то, что вам нужно реально. А Господь уже решит дать ребенку просто корочку хлеба, дать ему хлеба с маслом, дать ему хлеба с маслом и с колбасой, или добавить к этому еще чего-то и покормить полноценным обедом. Поверьте, Бог нас будет кормить обедами. Но если ребенок будет приходить, говорит, папа, значит так, с сегодняшнего дня у меня на столе черная икра, красная икра, гусиная печень обязательно в соусе каком-нибудь там, обязательно меня кормить только там вырезкой оленя, еще чем-то таким. Что мы ребенку нашему скажем? Знаешь, что? Дорогой, иди, пожалуйста, вот заработай, купи себе все, что ты сейчас захотел и кушай, что хочешь. Но у меня дома ты будешь кушать то, что я тебе даю. Мы никто не кормим наших детей корочками хлеба. Мы даем вам нормальный, полноценный, питательный обед. То же самое, когда мы к Господу приходим, начинаем ему пальцы веером гнуть и говорить, что нам необходимо, без чего мы жить не можем. Господь знает, без чего мы не можем жить, и что нам нужно для жизни. Но когда ребенок приходит, говорит, папа, дай нам покушать, или мама, дай что-нибудь нормальное покушать. Мама с удовольствием даст что-нибудь нормальное, еще сверху даст конфетку, печеньку, что-нибудь вкусненькое, еще фруктик какой-нибудь. Так же самое Господь желает быть по отношению к нам. Поэтому физическая пища необходимая, без излишеств. И о нуждах мы должны просить. Видите, только одной строчкой Господь показал в молитве, одна строчка о нуждах. Мы можем, конечно, иногда в порыве нашей молитвы Господу перечислить, что нам надо, но не должно это занимать 99% от нашей молитвы, и только чуть-чуть о реальных наших потребностях. Дальше самая опасная фраза в этой молитве «Отче наш». «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Задумайтесь над этим. Господь простит только тогда, когда мы сами простим. И так простит, как мы простим. Если мы скажем, знаешь, что я тебя, брат, прощаю, но имей в виду, как в полиции, да, если мы, допустим, нарушения какие-то имеем в дорожной полиции, нам списывают через какое-то время наши штрафные очки, но они висят все равно, и как только мы опять нарушаем, они опять появляются. И вот мы иногда говорим брату или сестре, ну, я тебя прощаю, но имей в виду, ты у меня записан в черном списке. Я тебя прощаю, но только попробуй еще раз, я тебя тогда и залью весь гнев Божий на тебя. Если мы так прощаем, значит, мы не простили. Если мы простили таким образом, это вообще не простили. Мы замяли, мы, может быть, сделали, как это такое, знаете, как сказали человеку, что мы тебя прощаем, но на самом деле это мы знаем, что мы этого человека, как говорится, будем за ним присматривать. Я за тобой слежу, брат, сестра, только оступись мне, только еще раз в мою сторону что-то сделай. Это не прощение. Прощение, когда мы говорим, хорошо, брат, все, теперь я забыл, что было в прошлом, но Господь нам не говорит, что мы теперь обязаны с этим человеком проводить дни и ночи. Нет, мы должны простить человека, мы имеем право с ним не общаться. Но если он обратится к нам за помощью, вот это индикатор будет. Простили мы или готовы ли мы помочь, пожертвовать ради этого человека. Или мы скажем нашу, ты мне нагадил в жизни, я тебя простил, но не подходи ко мне и вообще мне больше не звони и так далее. Даже чтоб там с тобой не было, ты для меня не существуешь. Это не прощение. Это прощение по-человечески, но не по-божьему. Что бы мы ни сделали Богу, давайте задумаемся о такой еще вещи. Когда мы говорим, что мы простим все, что угодно, кроме, например, предательства. Бог нам не простит предательства. А мы все, кто бы мы ни были, мы все совершили предательство Богу, когда мы были неверующими. Или когда мы грешим против Бога. Мы совершаем предательство против крови Иисуса, против Его жертвы. Мы говорим, я прощу все, что угодно, кроме какой-нибудь там, знаете, измены. Но мы же все были изменниками Богу, когда мы обращаемся к этому миру. Я готов простить все, что угодно, кроме там, какого-нибудь оскорбления. Но мы все оскорбляли Бога, когда мы бывали в прошлом богохульниками. Когда мы дружили с этим миром, когда мы дружили с врагом против Бога. Когда мы были неверующими. Даже если мы родились в христианской семье, все равно в какие-то моменты мы предавали Бога. Знаете, даже апостол Петр предал в свое время Иисуса. Но Иисус его простил и сказал, иди посягнцев моих после этого. Поэтому, если мы говорим, я готов простить все, что угодно, кроме, задумайте, что кроме, вот это кроме, Бог будет против нас держать. Он это не простит. Поэтому, когда мы молимся молитвой «Отче наш», «Прости нам грехи наши». Как и мы прощаем блажнякам нашим, нам стоит задуматься, есть ли кто-то, против кого мы до сих пор держим. Что-то. И должны помнить, готовы ли мы, чтобы Бог нам не простил на страшном суде, то, что мы держим против кого-то. Даже если это что-то мелкое. Иногда бывает, что самые вот эти, такие, казалось бы, незначительные вещи, но знаете, как мы говорим, ну, все нормально между мной, там, и сестрой, или братом, но осадочек остался. Кстати, вот этот осадочек, он иногда может стать для нас приговором. Опять же, мы не обязаны с тем человеком, которого мы простили, теперь, ну, скажем так, жить душа в душу и радоваться. Нет, мы можем человека держать на определенной расстоянии, не общаться с ним, но готовы ли мы этому человеку помочь, когда ему необходимо, или нет? Послужить этому человеку, когда он в этом будет нуждаться, или нет? Вот это будет индикатор, простили мы или нет. Дальше мы говорим, не введи нас в искушение. Знаете, мне всегда казалось, как это так, если Господь меня вводит в искушение, значит, это его проблема, если я согрешил, значит, это он виноват. Но в Якове 1, 13, 14 сказано, в искушение никогда не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и сам и не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть часто мы сами подходим к греху максимально близко. Поэтому, когда мы говорим, не введи нас в искушение, я очень долго искал, думал, как же так, ну какая-то нестыковка в молитве. Но если проанализировать, наш перевод, он сделан с латыни, с греческого на латынь, с латыни на церковнославянский, с церковнославянского, потом он преобразован в наш. Когда стал искать переводы и на английском языке, стал смотреть подстрочные переводы, более точно сказано, не дай мне впасть в искушение. Тут встает все на свои места. Мы иногда думаем, что мы же божьи дети, мы можем к греху подойти, максимально близко, мы пойдем там. В паб ради того, чтобы там светить, так сказать, засвидетельствовать там, мы идем куда-то, может быть, иногда максимально близко, подходим к обрыву. А сатана, он же как рыкающий лев, который хочет нас убить в любой момент. Как только мы подошли близко к искушению, он тут же раз и старается нас обрубить от Бога. Чем ближе мы подходим к греху, тем слабее мы будем слышать голос Божий. Тем слабее мы уже будем слышать Духа Святого, который кричит, который взывает, который обличает нас. Это мы должны помнить, что когда мы молимся, Господи, не дай нам впасть в искушение, нам самим стоит избегать искушений. И мы знаем, каким образом нас искушает сатана, каким образом мы сами себя искушаем. Поэтому, молясь вот этой молитвой, мы должны каждый раз помнить, Господи, не дай мне впасть в искушение. И стараться вспоминать, какие вещи меня искушают, и стараться просто их избегать. Потому что мы заходим иногда как в дурманищий туман, который нас опьяняет, и мы уже не слышим Бога до того момента, пока мы уже не падаем. Но даже если мы упали, впали в искушение, у нас все равно есть путь покаяния. Мы все равно можем обратиться к Богу и просить у Него покаяться, и просить Его вернуть нас обратно. И Он вернет нас обратно. Но Сатана будет делать все, чтобы мы этого не сделали. Он будет нам внушать, что мы пали, мы подвели Бога, мы предали Бога, мы оставили Бога, мы ушли от Него, нам больше нечего делать с Богом, это ложь. Сатана будет стараться все сделать, чтобы мы не вернулись к Богу. Но Господь говорит, ныне день спасения. Даже если мы впали в искушение, можем покаяться и вернуться обратно к Богу. Дальше мы молимся, избавь от лукавого. То есть, слушая Бога, мы уже не будем впадать в искушение. Но лукавый Он ходит, ходит, науськивает, пытается нас отвлечь, пытается нам подсовывать ценности этого мира. Поэтому мы должны стараться так. Господи, избавь нас от лукавого. Если мы будем избегать искушений, то Господь будет ставить барьер между нами и врагом. Он будет нам давать понять, где враг нас искушает, и Он будет нам показывать правильный путь. Но это только в том случае, если мы исполнили все те предыдущие пункты молитвы Отче наш, которые мы только что прошли. Если мы вошли в волю Божию, признали себя детьми Божьими, не принадлежащими этому миру, вошли в Его волю, вошли в Его Царство, тогда Господь будет нас избавлять от лукавого. Господь не будет нас, гуляющих где-то вне Его Царства, избавлять и защищать. Потому что мы не вошли в Его Царство, мы не захотели приблизиться к Нему. Но если мы будем искать Божьей святости, то Бог будет нас отсекать от лукавого и будет просто не давать Ему приблизиться к нам. Поэтому, если мы вошли в Божье Царство, стали гражданами Божьего Царства, то Господь будет нас и от лукавого защищать. Дальше мы говорим, «Ибо Твое есть Царство и сила, и слава». То есть молитва завершается не на молитве, не обрывается на нуждах и все. Она завершается словословием Господа. Мы про словословие, мы благодарим, мы объявляем, кто такой Господь. Мы объявляем, почему нам положено все то, о чем мы сейчас молились. Мы говорим, что мы провозгласили Божьи права на нас, мы провозгласили Божью силу, мы воздали славу Богу за все. Мы провозгласили, благодаря чему мы имеем все то, что нам положено от Божьего Царства. Потому что Царство принадлежит Богу, сила принадлежит Богу и слава принадлежит Богу. То есть мы четко обозначили, ради кого мы живем и от кого мы получаем все то, что мы получаем. Мы не сказали, «Ибо Твое есть Царство, немножко земного Царства, Твоя сила, ну, немножко собственных сил, ну, Тебе слава, ну, я сам, так сказать, молодец». Нет, мы говорим четко, «Твое Царство, Твоя сила, Твоя слава». Поэтому, если мы четко это понимаем, мы четко это провозглашаем, то, естественно, что Господь будет, когда ребенок говорит, «Знаете, я достиг чего-то в жизни благодаря тому, что мне мама и папа помогали, они стояли за мной, они меня поддерживали, естественно, что хочется еще дальше его поддерживать и проталкивать». А когда он говорит, несмотря на то, что меня там дома, так сказать, было неизвестно что, бардак и так далее, тем не менее, я сам пробился, никто мне не помогал, вот я сам такой вундеркинд, нам иногда хочется сказать, «Ну, ладно, давай двигай дальше, сам посмотрим, чего ты стоишь». Но если мы говорим, «Господь, Тебе за все слава, Тебе, только от Тебя вся сила, и только потому, что Ты царь царей», Господь, естественно, захочет нас еще больше благословить и поддержать. И в конце мы говорим, «Вовеки, аминь». То есть это как бы мы запечатываем. Мы провозглашаем истинность вышесказанного на века. Мы говорим, что то, что мы сейчас провозгласили, оно есть истина, оно есть правда, потому что, как мы сказали раньше, оно все исходит от Бога, и как бы мы продлеваем срок действия этой молитвы. То есть она не исполнилась когда-то давно и закончилась. Нет, мы говорим, что оно вовеки актуально. Это как договор, который, знаете, когда мы подписываем этот договор, он продлевается, продлевается, продлевается. Это продление нашего договора с Богом. Это провозглашение, что то, что мы сейчас помолились, оно и сейчас, и сегодня еще актуально. Поэтому, когда мы молимся, мы должны, постарайтесь, акцентировать ваше внимание на молитве «Отче наш», и задумываясь над ней, вы будете видеть, как это будет работать в вашей жизни. Это не приходит сразу, это не приходит с одного раза, это иногда с годами, каждый раз что-то новое добавляется, каждый раз открывается еще какой-то ключик, еще какая-то часть этой молитвы. Я уже сказал, она как сироп. Она разбавляется Духом Святым. И каждый раз какой-то еще аспект открывается для нас. Поэтому я хочу воодушевить всех. Пусть Господь вас благословит, и пускай просто Его Слово, Его Сила открывается в каждом из вас больше и больше. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...